МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые в нашей истории последний звонок прозвенел в онлайн-режиме. Так интересно завершился очередной учебный год. Но это не конец всем изменениям в сфере образования. Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях руководитель отдела управления образования Алматинской области Альжан Мамановна Адамбекова. Добрый день. Добрый день. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Для вас работает телефон 400109. Можете позвонить код города Талдыкурган 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Правда, письменно мы в студии их озвучим. Давайте начнем. Как провели последний звонок в онлайн-режиме? Да, конечно, это был совсем новый формат проведения. Но последний звонок – это, конечно, прощание со школой, чествование лучших выпускников, лучших учащихся, которые показали очень хорошие результаты в течение всего учебного года. Но в этом году в связи санитарно-эпидемиологической ситуации, естественно, как такового торжественной линейки, как такового праздника «Последний звонок» организовано не было. Значит, были проведены онлайн-классные часы, то есть онлайн-последние звонки, а также управлением образования, совместно с областным телеканалом ЖИЦУ была подготовлена передача Сангар-Ласонга-Кунграу, которая транслировалась именно 25 мая. То есть были поздравления Акима Алматинской области, учителей, ветеранов, а также руководителя управления образования. Помимо этого, конечно, было поздравление министра образования и науки Асхат Канатвича Магамбетова. То есть в любом случае сказать, что вообще последнего звонка не было, мы не можем. Тут именно, где есть возможность, проводилось, классные часы проводились именно классными руководителями. Но все-таки какого-то завершения учебного года не почувствовали ни учителя, ни ученики. Правда же? Ну, возможно. Возможно, конечно, потому что это была такая традиция, которая сложилась не за один год, это было уже столько времени. Был этот праздник, этот праздник ждали все, все ученики, начиная с 1 по 11 классы, и учителя. Ну, что делать? Реализм сегодняшнего дня таковы, что надо было эти все мероприятия переводить в онлайн-режим. Конечно. Здоровье? Да, здоровье наших учащихся, здоровье наших педагогов, это важнее всего. Ну, а сам год учебный, как он завершился? Ну, вы знаете, что переход на дистанционное образование, он был внезапным для всех нас. То есть, если раньше до этого были какие-то только дискуссии, возможно, нужно ли внедрять дистанционное обучение или не надо, тут уже времени на раздумья не было. То есть, было очень сложно, конечно, в первую очередь учителям. То есть, знаете, вот это и есть вопросы цифровой компетенции наших учителей и отсутствие опыта работы в онлайн-режиме. То есть, конечно, тут сравнивать нельзя, когда ты в классе за 40 минут объясняешь детям, скажем, новый материал, тему в привычном для себя формате. Ну и, конечно, совершенно другое все это проводить в дистанционном формате. Но тут, конечно, наши учителя, которые не умели пользоваться какими-либо цифровыми ресурсами, они научились работать с ними. Это, конечно, один из плюсов. Ну, дети, учащиеся, они быстро приспособились, надо им отдать должное. Ну, здесь в основном возник вопрос самоорганизации учащихся и самодисциплины. Именно, чтобы они... Ну и, конечно, тут уже тоже сложно пришлось нашим родителям. Но, знаете, тут мы думаем, что родители... В этом есть свой тоже плюс для нас, потому что родители поняли, что не каждый человек может быть учителем. И это очень большой труд и большое искусство организовать 30 детей, объяснить новый материал, успеть сделать это все за большой промежуток времени. Ну, мы думаем, что у всех появилось понимание труда педагога. Да, это действительно. Родители начали ценить учителей, учителей своих детей, а дети своих учителей. Вот такое вот взаимопонимание, между прочим, дало именно вот это дистанционное образование. Ну, вот мы как-то изучали детей, ездили, вот смотрели. И вот такой результат он был. Да, дети, дело в том, что мы тоже проводили в течение последней четверти онлайн-встречи и с педагогами, и с учащимися разных возрастов. То есть везде, да, они понимали, что ситуация этого требует, что вот дистанционное обучение, оно необходимо. Многим детям нравилось. Но в любом случае все говорили, что ничто не заменяет такое живое общение, что они все соскучились по своей школе, по своим друзьям и, конечно, по своим учителям. Да, конечно. Ну, по вот этому WhatsApp распространяется видео, где ребенок плачет, хочет. И нам на прямой эфир звонили, просили учителей, чтобы организовали торжественное мероприятие последнего звонка. Но, к сожалению, этого не получилось. Но, несмотря на это, смотрите, итоги четвертой четверти, эти оценки учитываться при выведении годового итога, учитываться не будет, сказали. Это с чем связано? Поскольку в четвертой четверти дети учились плохо или побоялись ошибиться? Нет. Ну, тут информация, она чуть не точная, можно сказать. Дело в том, что учиться, что дети учились плохо, мы сказать не можем. В любом случае, да, хоть и в дистанционном формате обучение, оно было организовано. Дети проходили новый материал, они, значит, делали какие-то учебные задания, да, был организован обратный, значит, обратная связь между учениками и учащимися. Также вы знаете, что проводили суммативное оценивание за разделы, суммативное оценивание за четверти, то есть оценки выводились. Но дело в том, что, ну, вы, наверное, тоже знаете со школьной скамьи, что годовая оценка, она выводится как общая средняя арифметическая за все четверти, то есть первую, вторую, третью, четвертую четверть. В любом случае, оценка за четвертую четверть, она не всегда, может быть, и влияет. И в основном, в четвертой четверти, в основном все материалы идут как бы повторение пройденного материала. Ну, тут можно сказать одно, было такое послабление, да, из-за того, что дети в четвертой четверти учились в дистанционном формате, то есть отменили всю итоговую аттестацию. То есть учащиеся 9-11 классов для получения аттестата в обязательном порядке они сдают государственные экзамены. То есть именно в этом случае были внесены изменения в приказ Министерства образования номер 125, то есть в случае именно карантина, в случае пандемии, то есть все итоговые экзамены, то есть выпускные государственные экзамены, они отменены. В аттестаты были внесены оценки, годовые оценки, годовые оценки. То есть, возможно, это был плюс для учащихся. И все наши, вот, например, отличившиеся учащиеся, которые учились с 5 по 11 класс на отлично, то есть все годовые оценки были у них, то есть которые были выведены на отлично, они стали обладателем из знака Алтенбельга. Таких детей у нас в области 1177. И свыше 800 детей получили аттестат, ждек-аттестат, то есть аттестат с отличием. Это дети, которые учились в 10 и 11 классе на отлично. Хочу задать вопрос. Вот телезрители пишут, вот мы очень хотим поблагодарить своего учителя. Мы видели, как она работала, как ей было тяжело, несмотря на то, что дети были в разных городах. У нас были дети, которые уехали, говорят, в другой город, и она их обучала прям, подключался ребенок с другого города. Мы хотели бы поблагодарить учителя, что для этого нужно. Написать в управление образования или в школу письмо, чтобы отметили нашего учителя. Прямо я тронута, действительно. Конечно. Спасибо родителям, что они оценили своего педагога. Это они могут написать и в отдел образования конкретного района, или в школу, или же, конечно, можно и нам в управление образования. Что вот, такая учтица действительно работала. Видимо, молодая, я так думаю. Или, может быть, наоборот, возраст не написали. Но мне показалось, что в этом сообщении какая-то забота. Поэтому подумала, что может быть молодой учитель. Какие изменения ожидают выпускников этого года после 9 класса, после 11 класса? Что их ждет? Самое первое, то, что выпускники 9 класса, то есть для них никаких торжественных мероприятий по вручению аттестатов. В принципе, они и раньше так не проводились. То есть в этом году они не проводятся. То есть уже после 9 класса наши выпускники решают, они будут ли дальше продолжать обучение в школе, или же пойдут учиться дальше в организации технического и профессионального образования. То есть это уже им решать. То есть они получили аттестат. Или же, опять же, пишут заявление родителей, или же законный представитель. То есть они дальше продолжают, принимают их в 10 класс и продолжают дальше обучение. Для выпускников 11 класса уже в этом году, то есть 3 и 4 июня будут проводиться именно совмещенный последний звонок и торжественное вручение аттестата. Это в стенах школы. Есть рекомендация Министерства образования и науки, что в стенах школы, желательно на открытом воздухе, без приглашения гостей, только в сопровождении родителей и только для 11-ти классников проводится такое торжественное мероприятие. Конечно, это все в целях обеспечения сохранности здоровья выпускников, педагогов и родителей. Но тут, конечно, рекомендовано, чтобы это мероприятие проводилось обязательно в стенах школы, на территории школы, на открытом воздухе, а также, чтобы выпускники, можно поддержать их благотворительные акции, возможно, будет экологический десант, посадка деревьев и так далее. То есть также в целях профилактики педагогической этики и профилактики коррупционных правонарушений, то есть запрещено, то есть это всегда, вы знаете, муссируется, да, то есть не допускать никаких сборов денежных средств на проведение данного мероприятия. То есть запретить подарки любого рода администрации школы и педагогам, а также соблюдать принцип индивидуального подхода каждой семьи при подготовке к выпускным мероприятиям. То есть по педагогическому совету школы было рекомендовано провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на всякие наряды. То есть всем выпускникам было сказано, что именно это мероприятие должны прийти в обычной школьной форме. Вот этого торжества, к сожалению, они не почувствуют. Ну, это очень жаль. Каждый год выпускники там готовились, наряды заранее покупали. Конечно, это затратно и возмущались. И это привело к тому, что... Да, знаете, вот с прошлого года уже была позиция министерства и позиция вообще управления образованием. То есть таких пышных выпускных мероприятий еще в каких-то веселительных учреждениях, в кафе, в ресторанах, они вообще были запрещены. И с прошлого года уже во многих школах дети проводили выпускной бал в обычной школьной форме. А те деньги, которые, возможно, они бы хотели потратить на наряды или же на какие-то экскурсии и так далее, они, многие у нас были учащиеся, которые или организовали какие-то благотворительные мероприятия. То есть, видите, мы знаем, что вручение аттестата – это значимое событие в жизни каждого выпускника. Но именно в этом году эта ситуация такая, все дети и родители, и педагоги это все понимают. Но в любом случае в каждом выпускнике мы должны воспитать чувство гордости за свою школу и чувство, возможно, благодарности своим педагогам. Именно данное мероприятие этого года будет проводиться вот в таком формате. Есть вот смс от телезрителя, пишут, мой ребенок заканчивает на Алтенбельге. Мы вообще ждали, мечтали получить его из рук нашего любимого Акима области Баталова, вот пишут. Как будет вручение проходить теперь такое грандиозное мероприятие на площади нашего Талдыкургана, на центральной площади? И мы все видели, как люди приходили туда, какие наши отличники. Этого в этом году ожидать? Да, дело в том, что, знаете, уже почти третий год поменялась именно сама процедура присуждения знака Алтенбельга. Нет, именно на знак Алтенбельга, конечно, претендуют ученики, которые учатся с 5 по 11 класс, на отлично. В то же время, именно в данное время Алтенбельга присуждаются только приказом директора школы, решением педагогического совета. То есть ни управление образования, ни министерство образования соответствующие приказы не издает. То есть тут ответственность берет на себе только директор школы. Это раньше, когда проводилось ЭНТ, и по итогам единого национального тестирования решалось, если там он наберет, например, свыше 100 с чем-то, если все его оценки по всем 5 предметам, скажем, или 4 предметам раньше сдавали, будут они как бы на пятерке, в таком случае только выдавалось раньше Алтенбельга. А уже третий год Алтенбельга выдается именно на основании годовых итоговых оценок после выпускных экзаменов. Поэтому мы уже и в прошлом году такое торжественное грандиозное мероприятие не проводили. В этом году, само собой, не будет. Еще один вопрос пишут. Вот на следующий, подождите, 9-го. После 9-го класса нету государственных экзаменов. Может, вступительных тоже не будет в ВУЗы? Пишут, но мы, конечно, о среднем образовании сегодня говорим, но в любом случае... Дело в том, что, видите, после 9-го класса в любом случае выпускник школы, он не может идти в ВУЗ. Он только может идти в колледж, поступать в колледж. То есть для поступления в колледж в этом году законные представители или же родители подают заявление через портал электронного правительства. Но для того, чтобы поступить в ВУЗ, это обязательно выпускник 11-го класса или же выпускник колледжа. Они в обязательном порядке должны сдать единое национальное тестирование, набрать проходной балл, а потом участвовать в республиканском конкурсе при суждении образовательных грантов. То есть как бы это и есть вступительный экзамен. То есть стать ЭНТ? Да. Интересует. Скажите, пожалуйста, как будет проходить ЭНТ? Раз мы не можем, например, собраться, там придется в аудитории находиться очень много абитуриентов. Ну, видите, сам формат ЭНТ, он не поменялся. Он будет, как и прежде, проводиться в бумажном формате. Но в этом году прием заявлений на участие в ЭНТ был проведен в онлайн формате. Он проходил с 15 апреля по 10 мая этого года. У нас в этом году свыше 15 тысяч выпускников, из них свыше 11 подали заявку на участие в единонациональном тестировании. То есть в нашей области функционирует 16 пунктов проведения единого национального тестирования. Один на базе высшего учебного заведения, это Швейцузский государственный университет имени Ляса Джанцегорова. Один на базе колледжа, остальные 14 на базе районных школ. То есть они все оснащены, соответственно, согласно всем техническим требованиям. То есть, ну, только что я сказала, что формат ЭНТ остается прежним. Он будет проходить в бумажном варианте. Тестирование также состоит из пяти предметов. История Казахстана, грамотность чтения, математическая грамотность. И два профильных предмета, которые выбирает сам выпускник в зависимости, на какую специальность он идет. И на ЭНТ также отводится 3 часа 50 минут. Но в этом году в связи с такой ситуацией, то есть количество учащихся, которые будут сидеть в аудиториях, оно будет уменьшаться в два раза. Но именно дата проведения ЭНТ, оно будет проводиться именно в установленные сроки. Так планируется это с 20 июня по 5 июля. То есть количество тестируемых сокращается в два раза. Значит, получается, у нас количество потоков увеличится. Ну и, естественно, будет соблюдаться все санитарно-медицинские нормы. То есть, например, при запуске в здании ЭНТ будет соблюдена социальная дистанция в 2 метра. А также в данный момент мы работаем над оснащением пункта проведения ЭНТ именно средствами для соблюдения медико-санитарных норм. То есть, получается, выпускник, его будут проверять тепловизором. Когда он будет именно заходить в пункт тестирования, будет проходить через дезинфицирующий тоннель, будет дезинфицирующий коврик. Обязательно он будет при входе обрабатывать руку санитайзером. То есть, снимать и оставлять в урне свою маску. Там ему будут выдавать новую маску. И при входе в аудиторию он опять будет обрабатывать руки санитайзером. То есть, тут ученика... Максимальная защита. И это все, конечно, ради наших выпускников. Конечно, там будут представители министерств, государственная комиссия. И все вот эти нормы... Мы сейчас именно работаем над этим, чтобы соблюдать все эти нормы, то есть, все рекомендации, которые нам дают с Министерства образования и науки. То есть, самое важное, пользуясь моментом, хочу сказать, там вообще запрещается скопление людей. И я родителям хочу сказать, чтобы именно в тот день стоять возле здания, ждать, в котором проводится тестирование, то есть, это уже нельзя. То есть, например, даже если проводили ребенка, надо уже ждать где-то в другом месте. Такого большого скопления людей не должно быть, это запрещается. Давайте зачитаю вопрос телезрителя. Пишет, сын моего знакомого отказался от участия в ЭНТ. Он хорошо учился. Сейчас он молодой, не понимает, вдруг он через 10 лет пожалеет об этом. Что посоветуете? Дело в том, что сейчас есть несколько вариантов. Если выпускники не сдают ЭНТ, в любом случае у них на руках есть аттестат об общем среднем образовании. И он свое образование может продолжать в колледжах, соответственно, с выбранной профессией. То есть, даже если он даже в этом году не поступит в колледж, или же, естественно, раз он не сдал ЭНТ, ну, не подал заявку на участие в ЭНТ, то можно второй вариант, в августе будет еще раз одно ЭНТ, но оно платное для того, чтобы поступить на платное отделение. Или же можно готовиться целый год, опять-таки, подать заявку на следующие ЭНТ, июньское ЭНТ 2021 года. Если он наберет проходной балл, участвует, то есть можно хоть через несколько лет. То есть там такого возрастного ограничения нет. Он может подавать заявку. Отпускные учителей остаются также время отпускных или будут изменения? Ну, видите, дело в том, что с 1 июня в основном все наши педагоги уходят на трудовой отпуск. То есть именно таких каких-либо изменений нет. Также они будут отдыхать 56 дней, сколько им положено. И в конце июля где-то уже у них заканчивается время отпуска. Они должны будут выйти на работу, готовиться к новому учебному году. Мало до конца осталось, но ответьте, пожалуйста, это волновало многих учителей. То есть родителей тоже, которые задавали нам вопрос. Оплачиваться учителям заработная плата за четвертую четверть. Говорили по минимальной. Так или остается по-прежнему? Нет, это недостоверная информация. Им оплачивается в том же формате, потому что учителя работали в полном объеме. Даже можно сказать, они работали с нагрузкой. То есть заработная плата, она остается такой же. Конечно. Ваши пожелания вкратце в двух словах. Ну, уважаемые выпускники, желаю вам успехов именно в сдаче единого национального тестирования. Желаю, чтобы вы выбрали именно ту специальность, на которую поступить и поступили. Всего самого хорошего. Удачи. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям. С праздником, с наступающим днем защитников, защиты детей. И, конечно, с выпускными, которые будут в скором времени, но тоже в узком кругу. Но в любом случае учебный год завершился благополучно. До свидания. Встретимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин